Здравствуйте! Вы смотрите программу «Дело раскрыто». С вами Юлия Руднева. В прошлом выпуске собственники квартиры на Буинской поделились своими историями неудачных покупок. Как обстоит ситуация, сейчас расскажем далее. В прошлом выпуске. По итогу мы сейчас живем еще в одной ипотечной квартире. Платим ипотеку за это. Уже получается, ну, уже десятый год. Здесь нету ни воды, дом без воды, ни канализации. Есть газ, отопление, газовое, электричество. Но, сами понимаете, я не хочу, я не прошу у кого-то, у людей, да, помогите мне, да, там. Я не требую этого. Я требую свое, чтобы мне вернули лично свое. Мне не надо ничего живого, мне верните то, что мое было лично. Репутация у застройщика ЖК «Молодежный» в Ульяновске была хорошей. Все документы были в порядке, а строительство дома на улице Буинской активно велось. Но с 2015 года процесс начал останавливаться. За несколько лет ситуация в лучшую сторону не изменилась. Дом так и не был сдан. Строительством дома в ЖК «Молодежный» занимался застройщик ООО «Максима». На данный момент возбуждено уголовное дело. На рассмотрении в суде находится уголовное дело по обвинению бывшего директора застройщика совершения хищения средств граждан-участников долевого строительства, совершенное при осуществлении возведения данного объекта. Но даже если застройщика приговорят к наказанию, это никак не ускорит процесс выплаты компенсаций обманутым дольщикам. В отношении объекта незавершенного строительства по улице Буинской, ранее принадлежащего застройщику ООО «Максима», принято решение о выплате компенсационных затрат участникам долевого строительства. В настоящее время в ППК, Фонд развития территории в Москве, рассматривается вопрос об определении источников финансирования соответствующих мероприятий. Несмотря на то, что судебное решение уже принято в пользу дольщиков, они продолжают беспокоиться. Утвердили выплаты еще в начале весны 2023 года, а деньги еще никому не вернули. Интересует собственников партии в Нобуинской и то, как будет рассчитываться компенсация. Ведь цены на недвижимость за последние 10 лет сильно выросли. Пока этот вопрос остается открытым, а региональный фонд защиты прав дольщиков официальных комментариев не дает. Еще одним проблемным объектом в Ульяновске является дом на Красноармейской 67. Строить его начало ООО «ПФ Тагайское» еще в 2014 году. Но через несколько лет застройщик обанкротился, а генеральный директор компании был осужден на 5 лет колонии общего режима. После смены застройщика было принято решение о возобновлении строительства, но снова возникли проблемы. По материалам прокурорской проверки, проведенной в 2023 году, возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц из числа фонда обманутых дольщиков, застройщика, организации, выполняющей подготовку проектной документации и технического заказчика. Проводится следствие, в ходе которого будет дана уголовно-правовая оценка наличия в действиях должностных лиц халатности в связи с длительным затягиванием процедур разработки и согласования, проектно-сметная документация. Тем не менее, в настоящее время действует решение о достройке дома. Поэтому у собственников квартир на Красноармейской 67 еще есть шанс заселиться в новостройку, хотя это и требует дополнительных средств. Рассмотрение вопроса о возможности выделения дополнительного финансирования необходимо для завершения объекта строительства. Также застройщикам совместно с региональным фондом обманутых дольщиков согласован график завершения строительства объекта, который планируется завершить до мая следующего года. К сожалению, не только дома Домовицкой и Красноармейской являются проблемными. Как обстоят ситуации в Ульяновской области, мы узнали в агентстве государственного строительного и жилищного надзора. А на сегодняшний день сколько в Ульяновской области проблемных домов и где они находятся? На территории Ульяновской области на сегодняшний день в единый реестр проблемных объектов включено 11 многоквартирных домов. Значит, там 2279 участников долевого строительства, то есть обманутых граждан в этих объектах насчитывается. Значит, 6 располагаются на территории Ленинского района, 1 в Засвияжском и по 2 в Димитровграде и Заволжском районе. Ну, из этих 11 объектов 8 – это объекты, застройщики которых признаны банкротами. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про вот этот реестр проблемных объектов. Единый реестр проблемных объектов, он, значит, располагается на сайте Наш Дома РФ Единой информационной системе жилищного строительства. И у нас есть дорожная карта в Ульяновской области, которая нами разрабатывается, утверждается губернатором, и периодически она обновляется раз в квартал, согласно постановлению правительства Российской Федерации. Обманутые дольщики куда могут обратиться, как, в каком порядке? Если вдруг какие-то возникают проблемы с застройщиком, гражданин может обратиться либо, значит, в правоохранительные органы, либо в органы местного самоуправления, в органы исполнительной власти. Это Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства, Агентство государственного строительного и жилищного надзора, также Администрация города Ульяновска. Большинство нерешенных проблем в настоящее время у обманутых дольщиков, которые покупали имущество до 2018 года. Сейчас покупка квартиры в строящемся доме проходит через Искроу-счет. На сегодняшний день застройщики вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства только путем размещения их на счетах Искроу. Гарантом в данном случае выступает банк. Застройщик открывает счета в банке, и деньги дольщиков уже хранятся там до момента получения застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. Также застройщики должны обеспечивать свободный доступ к информации, которая размещается за застройщике об объекте строительства на единой информационной системе жилищного строительства на сайте Нашдом РФ. Благодаря тому, что покупка квартиры в строящемся доме теперь происходит через Искроу-счет, риск стать обманутым долейщиком сводится к минимуму. Однако в Ульяновской области еще остались покупатели, которые пострадали от нерадивых застройщиков. Будем надеяться, что вскоре их проблемы разрешатся. На этом у меня все. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»